Сегодня Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси исполнилась 15 лет. Глава государства поздравил работников и ветеранов ведомства с юбилеем. Каждый год его сотрудники выявляют тысячи нарушений в области охоты, рыбалки и лесного хозяйства. Теперь помочь нелегкой работе защитников, флоры и фауны сможет любой желающий. Госинспекция в ближайшее время запустит мобильное приложение для борьбы с браконьерами. Иван Радевич, старший инспектор, за 8 месяцев работы успел поучаствовать в десятках задержаний браконьеров. Мужчина отмечает, споры с вооруженными людьми не самое спокойное ремесло. Но больше его все же смущает присутствие камеры. Правда, работа идет по плану. Первая точка мониторинга – Минское море. Данный период времени по рыболовству нарушений практически мало, направлено на предотвращение и профилактику. Работаем в основном по охоте. Сейчас скоро закроется сезон охоты на пушного зверя. Правда, для браконьеров временных рамок не существует. Поэтому дежурные группы, как солдаты, постоянно на чеку. Самые популярные методы лова для нелегальных охотников – ловушки. Зимой в основном ставят петли на зайца и на других животных. Также ставят капканы. Капканы ставят и петли, можно сказать, в любое время года. Но зимой мы нацелены на профилактику данных и на выявление данных нарушений. Последний случай с петлями в Солигорском районе. Двое местных жителей ставили ловушки и смогли добыть косулю. Задержали их с поличным, когда мужчины разгуливали по лесу с мешками мяса. Поскольку мужчины не являлись ни охотниками, не имели никаких разрешений, никаких документов, то им ничего не оставалось, как признать свою вину и показать место, где были установлены остальные петли. Сейчас в отношении этих нарушителей возбуждено уголовное дело. За добычу косули им придется возместить около 3000 рублей. Более 3000 нарушений в сфере рыболоводства, более 1000 в сфере охоты. Это цифры за 2017 год. Которые уже статистика, но говорящая статистика. В госинспекции отмечают тенденцию к снижению правонарушений в области охоты и рыбалки. Во многом благодаря ужесточению законодательства в этой сфере. А также взаимодействию с правоохранителями и общественностью. Надо сказать, что сейчас защитники природы делают основной упор именно на диалог с простыми гражданами. Сегодня защитники природы тестируют специальное приложение для смартфонов, которое позволит любому человеку, ставшему свидетелем нарушения, отправить сообщение в инспекцию. Сигнал тут же приходит на пульт дежурного вместе с комментарием и геолокацией. Уже скоро приложение будет доступно для всех. По словам начальника госинспекции Сергея Новикова, ведомство постоянно совершенствуется и ищет новые методы и формы поиска нарушений. Растет профессиональный уровень. И уже тот существо и тот состав правонарушений, который мы выявляли 5 лет назад, уже сегодня трансформировал в совсем другую плоскость. Если мы работаем, то мы работаем только в основном в явлении наиболее грубых и специально значимых. То есть вала нарушений уже нет. Торжественное мероприятие по случаю 15-летия ведомства – это тот редкий случай, когда сотрудники не на посту, но на чеку. Совсем небольшой штат, две сотни сотрудников, на плечах которых серьезная задача – защищать и оберегать одно из главных богатств нашей страны – флору и фауну. Александр Камович, Александр Берецкий и Андрей Христин. Агентство Тельновостей.